Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы! Не даром я вас в курортные места-то послал Но такого курорта врагу не пожелаешь Да знаю, знаю И про огнанный самолет знаю И про то, что командующий лично награды вручал Знаю Вот только отдохнуть никак не дадут Дадим Отоспитесь, отъедитесь и в банке попаритесь А кстати, что ты там бурчишь-то все, а, Калтыгин? Где твой командирский голос? Командирский голос при мне Слава Богу А вот боевых товарищей больше нет То есть? Разрешите подать рапорт Давайте Спасибо Тебе там голову-то Часом не напекло, Григорий Иванович? А? Никак нет, товарищ подполковник Не напекло Но далее служить с капитаном Филатовым И с капитаном Бобриковым я отказываюсь Так Что за каприза, майор Калтыгин? Никак нет, товарищ подполковник Не каприза, обдуманное решение Погуляйте пока Есть Есть Кашу будешь? Я бы водки выпил, товарищ подполковник Так, Галтыгин, в чем дело? Товарищ подполковник Я исключительно из пользы дела Боевые офицеры, награжденные А все ходит, как за нянькой При чем тут нянька? При чем тут нянька? Ты же там говоришь Боевые офицеры При чем тут нянька, Калтыгин? Вот я и говорю Пора им самостоятельно решать боевые задачи Тем более, я видел, у вас пополнение прибыло Казахи, что ли? Киргизы Тем лучше, пускай молодняком командует Ты решил командный состав укреплять? Ну, можно и так сказать Знаешь, что у тебя на лбу написано? Никак нет Что ты врешь, Григорий Иванович Скажи честно лучше, какая кошка между вами пробежала, а? Да не было никакой кошки Я, товарищ подполковник, исключительно обоиспособности родной части Пикурси Ух ты, боже мой, пекарь Разрешите? Да Товарищ подполковник, пополнение размещено Хорошо Победительная просьба Удовлетворить мой рапорт Решим, решим Можете быть свободны Опять фортери выкидываете? Фортери Да нет, отчасти-то колтыгера понять можно Ученики доросли до своего учителя Звание скоро обгонят А это с его-то характером Кашу будешь? Спасибо, не откажусь У меня предложение Бери, садись А как вы думаете, может быть его с ребятами второго взвода в разведку направить? А что, ребята, конечно, не орденоносные, но все же обстрелянные Но и к своим станет по-другому относиться Может, с молоком? Не-не-не, я отдельно Отдельно? Ну и вот она туда Филатова с Бобриковым Пусть занимается подготовкой новых разведгрупп Да какая разница Чего? Ну, в пузе-то молоко и каша, все равно в перемешку Ахмедов Я Конадбаев Я Мамбатов Мамбетов Сакейна, камчевек Я здесь Ты здесь Отвечать по кустам Я А вот орать не надо Саматов 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 Самбат пошел Нога больной Понятно Всех, кого назвал, выйти из строя А остальные поступают в распоряжение лейтенанта Мусабаева Лейтенанта Мусабаева Командуйте лейтенант Остальные направо Го За мной шагом Марш Сомкнуться Сомкнись, Мамбетов Ну Расскажи мне теперь, солдат Как это Саматов ушел Если у него нога больная Не знаю Да струсил ваш Саматов Вот и ушел Да, трудности испугался Нет Нас косить послали А он нечаянно порезал Косой Не мог не выживать Мыться надо чаще Тогда заживет Мылся В среду баня был Да, нам такие разведчики нахрен не нужны Надо их пехоту Пусть там грязь месит Ставить базар При нас выражаться только по-русски Чинды, Мамбетов Ты чинды Так, ребятки, довожу до вашего сведения Чинды С сегодняшнего дня Вы зачислены в разведгруппу Капитана Филатова И мою Капитана Бобрикова Ясно? Так точно Не слышу Так точно Значит так Работать будем с полной отдачей Здесь вам не школа, а разведподразделение Вопросы есть? Есть А допаек будут давать? Нам сказали, разведки дают Ребят, вы его спрозаслужители Вопросы есть, вопросов нет Равняйся Смирно Налево Оставить Мамбетов Ты у меня будешь самым любимым Где у тебя левую? Здесь Вот здесь и поворачиваемся Налево Налево На полосу препятствий шагом Марш! А ты откуда киргизский-то знаешь? Я только тыченды знаю Тыченды? Тыченды Каждый разведчик Должен проходить полосу препятствий За одну минуту 37 секунд Поехали Вперед Отлично Бурлёжа принять, поболзли Опаздываем, опаздываем Открываем Мимец вас уже минами накрыл А? 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 Я же сказал урожат По-русски А я не умею по-русски Я тебя научу Мимец! Бурлёж! 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 Стоп! 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 Отстави! Стой! Обещаю принцип Принадим Принадим Разбег Выход на две руки Переворот Понятно? Показываю Давай, Варкетов Давай! Сами пошли Вперед И Ворота Бежали Бежали Руки Бежали Время 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 Давай Время Время Отставить Ахмедов Если препятствие не преодолеть С ним надо что сделать? Не знаю Молодец Обойти Обходи А вы в окно Вперед Ну что Очень плохо Начало Бегом марш Товарищ капитан Разрешите приступить к занятиям Вы кто? Ефрейда Саматов Прибыл До дальнейшего прохождения службы А, дезертир Никак нет, товарищ капитан Готов воевать Как все остальные товарищи А как же двоя нога? Ну кто ж сказал До свадьбы доживет Да нахрен нам сдался этот Саматов? Да еще с ногой Давай самохвалу доложим Посмотрим, что за фрукт Там разберемся Списать успеем Че стоишь? Давай, давай, давай Давай, давай Вперед, пошел И вот что забавно Вот это Белое пятно Фигурирует во всех трофейных картах В немецком тылу пятно? Да Авиарасветка Тоже докладывает Что там ни живой силы Противника Ни техники Ни укрепления Ничего Ну а может противник Тайно готовит вас даром Для контрнаступления? А может они так сделали Новую ставку Гитлера что ли? Интересное предположение Ну что капитан А вам и карты в руки Сходите, разведывайте Потом доложите Во взаимодействие с противником не входить В бой не вступать Визуальное наблюдение Возможная работа с местным населением И все? И все, вы не забывайте У вас новобранцы Вопросы? Какая группа пойдет? Обе Ну и как считаете? Новички готовы? Меня Саматов смущает Боевого духа в нем нет По-моему Трус и размазня Это вам решать Все-таки еще один боец Замены для комплекта у меня нет Ну если без соприкосновения с противником И под вашим Чутким руководством Шестьдесят комэ По свежему воздуху Дарли Чтоб в районе сбора разведданных Как мыши Неподалеку от вас Группа майора Колтыгина работать будет В цели захвата ценного языка Желаю удачи Частливые дороги Не забудьте еще раз Объяснить новобранцам Что вы для них Сержант Сомов Лейтенант Ефименко В толковании Товарищ подполковник Даже между собой уже так называют Тогда не пуха К черту, товарищ подполковник К черту И вот что меня еще смущает Белое пятно это на карте Оно же На самом деле Не особо белое Да, село Петровское здесь Там должен быть какой-то Большой дом Есть такой Старинный из прошлой жизни Держи Дворянское гнездо Взять каракатицы Явно не отсюда Каракатица? Немецкая свастика На двоев А немцы есть? Не-а Ни одного Что есть странно Ну что? Выдвигаемся? Держи Нет Ночи дождемся Вдвоем пойдем Вдвоем пойдем Так, ребята Задача такая Расследоточиться в пределах визуального контакта Замаскироваться Маскируемся, маскируемся Мамбетов, давай Давайте, помогаем товарищу Замаскировал себя, маскирует друга При нас разговаривает только по-русски Что он сказал, Мамбетов? Он сказал, мы троем хорошо маскировались Молодец, будешь за главного Так точно Значит так Возвращаться будем, пустельгой покричу Кто-нибудь знает, как кричит пустельга? Нет? Показываю Давай, попробуй Ты Саматов, ты мне ответишь Кстати, как наша фамилия? Лейтенант Сомов, сержант Ефименко Неправильно, Саматов Я лейтенант Ефименко Сержант Сомов Можешь, что беречь, как Деницовка Как Саматов А это что у тебя за бабушкин платок это? Ну что, выиграем в перебежчиков, сержант? А может лучше в обруженцев? Ну извините, сержант прошу А не извиню, лейтенант Эй Лары, меру дады? Ну что, что дады? Ну что, что дады? Эй Ну что, пойдём? Не торопись Так лучше через деревню Привет В общем, если что, мы из окружения Два месяца по лесам ходим Да ладно, на два не тянем Недели три Хорошо Здрасте Здрасте Чё она сказала? Она сказала, это бразильник Да, но по-немецки Я слышу Да, симпатичный хуторок Здрасте 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 Добрый день Здрасте Здрасте Петернов А ну-ка Стоять Яфиш вы Голодрацы Кто такие? Мы из окружения Третью неделю по лесам ходим Далеко ходите? Да это всё равно Куда вынесет До своих бы нам добраться Эй, кто ж для вас хлопчики? Свои? Кто не расстреляет Те и свои А ну-ка подходь По одному Руки не опускать Подходь Руки не опускать А где документы? Мы их повыкидывали сразу Ну ладно, Юрий-то Я же вижу, что вы дезертиры Из 181-го, небось, да? Которого по деревьёвку немца-то колошматили Ну как? Здорово они вас потрепали, да? Нам в этом Покушать чё-нибудь Третий день не жрамш Ишь ты Покушать Здесь вам не кухарня Здесь Хозяйство председателя Пана Артёменко Мирон Ты Эй Тут Побачь пока А я вот этих дезертиров Шавырину сведу Красавчик ты мой Ты чё, не понимаешь? Молчу я тебе советую Ну вот А чего тут Понимать-то, а? Ну вот хоть его возьми Вот дай ему кусочек дерьма Или вовсе не корми А? Чего будет? А вот и вы Был бы вам в Красной Армии хорошо Стали бы вытекать, да? Вот и оно А с нашего хозяйства никто не текает Вон землю заброшенную установили Завод Кожевинный Ну да А кроликов Разводим Всякую Живность Работы не хочу Ну ладно, хлопцы Я вас командиру от рады предъявлю А уж он и решит Чужие вы ли нам Али свои Ну, Варя Возьми мальца то Возьми Вот так Ах ты мой хороший Ну ладно Сейчас бы елочка Да, не удивлюсь, если они здесь еще ананасы разводят Сталин вам все мозги пропаганды свихнул А народ не обманешь, вокруг пальца не обведешь Он правду раз чует Чего это? Колхоз Подсобное хозяйство вермахта А почему колхоз? Так проще Да и привыкли, колхоз колхоз О, я смотрел, ты немецкий разумеет Да, немного Это хорошо Нашему председателю такие хлопцы очень нужны Ихайце Петр Алексеевич Ихайце Алексей Викель Костет Их бенхайтерна Нас ведь немецком тоже обучают Да Язык великой поэзии Ну, так он говорит После войны ты без немецкого никак нельзя Это правда А вы тут это, полицай? Да сам ты полицай, мы его народная дружина Видел? Кругом какой порядок-то, а? Не то, что писал в депах Слышь, Петров, это что, партизаны что? Да нет, дезертиры Видишь, народ в пределе А мелюзга науки грызят А немцы-то у вас есть? Зачем нам немцы? У нас председатель за всем следит Он нам доверяет А то, что мы партизаны Хорошо чистим Ферштейн? Ферштейн, Ферштейн Ферштейн, так Ферштейн Видите, обтягиваю открытые Слово имеет фрау Лысенко Это наша ударница Нинка Лысенко Мы сегодня собрались здесь, чтобы рапортовать А летом ее немцы на курорт посылали Более трех тысяч будов мира поступило от нашего села Не-не-не, говорим, хорошо у вас здесь Прям как в мирной жизни Да, и у вас мирная жизнь будет, в кондебрясте Слушай, Митрох, а Шеврин, ты вернулся? Нет, это скоро должно быть Да В которой выразил свою благодарность за помощь Викой Германии Хлопцы, кажется, не придется вам ждать-то А ну, встать же до меня Еще землю поганить будет Пан командир, разрешите доложить, я вот тут Да вижу, вижу, вижу Все Кто такие, представится? Лейтенант Ефименко Сержант Сомов Бывший, бывший лейтенант А ты, бывший сержант Этот, этот лейтенант А он вроде как хорошо по-немецки говорит А это мы сейчас проверим Кто как хорошо говорит Пан командир, что же дом делать? Да, попросите его Пошли, гадина Эти гнели весь наш мирный труд портят А это, это и есть ваш пан председатель? Да нет, это дружины командира Шеврин А уж увидите ли вы самого пана Артеменко Это он как сам решит Ну, заходь, заходь хлопцы Богом Значит, говорите, стоишь из первого полка Так точно Покажи на карте, где дезертировали Здесь этого места нет, но если карту продолжить, то где-то вот здесь Че ты лепишь? Там болото Ну, вот как раз, болото мы Смотри, проверим Конечно Товарищ бывший сержант Ну-ка, пристними Ну-ка, пристними Покажи на пулементными гнездами Вместо того, чтобы взять просто накрыть артиллерией Тут я и выдержал Молодец Ну, дезертисты из Красной Армии это не позор, а почет Так Так Мы себя тоже опозлили, мы считаем Да Правильно Ну, что делать умеете? Ну, как что, стрелять Стрелять? Ага Ага Человека убить сможешь? Какого человека? Живого! Да, где человек вон, недоразумение Жидюнка видели? Нет Че нет? Нет, Жидюнка не видел? Или нет, замораться боишься? Да Я в безоружных не стреляю Так я ему с толком Дам оружие Это будет дуэль От дуэля не отказывается? Товарищ бывший сержант А? Ну че? Пойдем постреляем Гардемарины Ну там за вороты Сразу к лошадям ладись Не торопись Получи пистолины Давай, открывай Выводи жена Давай, вставай Выходи Давай, давай Вставай, вставай Держи Пан командир Он, кажись, помер Зато пулю сберегли Ой, идиоты, а На, в ворону попади А ты где так стрелять не учился, слышишь? Да, просто нас учили Три учебных стрельбы и в бой Это не знакомо Ну что? На службу пойдете? Они не против? Не против? Ну они не против Не против Только он здесь все Пан председатель решает Без него Яблоко все-таки не упадет Так что пойду Отвожу вас А там как он решит Вот Глобородька Да Накорми пока пацанов Ага Держи выход, ты ворону в расход пустил В Содуре Оглодал Служит помер Одно слово жидовское О, живя право Вообще-то пан председатель это дело не жалует Но сегодня можно Сегодня мы хорошо партизан пощипали Долго им теперь икаться будет Ну, хлопцы, за здоровье пана председателя Это кто там за меня без меня пьет? А? Желаю право дать вам, председатель За здоровье ваше пьем Дети мои Ну сколько говорим Никаких возлияний за обедом Вам четверти не хватит Опять к Самусихе побежите А в это время тревога Хорошо ли? За ваше здоровье Это Красная Армия Тарковские сто грамм дают Понимаешь, чтобы руки от страха не тряслись, да? А у нас в народной дружине страху не знают Страху не знают, потому что знают, за что воюют И потом вы спьянут И не то что в ворону, в корову не попадете Дети мои, пить будем в часы самоподготовки До простого человеческого веселья И еще вот этот запредседателя, запредседателя Листья этой вашей мне, знаешь, даром не надо Да мы ж так, от души Ну что? Вот какие у нас, господа дезертиры Лейтенант Ефименко, сержант Сому, правильно я говорю? Так точно, бывшие Так точно Где вы так хорошо учили, немецкий лейтенант? Моя мама была немка Неплохо, неплохо, говорите, совсем без акцента Садитесь, садитесь Как я понимаю, Самокинская разведшкола Пан председатель, да какая же разведка-то? Только эти, лейтенантские курсы и прямо на войну Да, я понимаю, ты бы мог вообще немецким с моими ребятами заниматься Да, да скажу Конечно, мог бы Жаль, только этого не будет Паром, почему? Да ром 181-й стрелковый полк никогда не воевал в Орлиной балке Знаешь почему? Потому что его здесь никогда не было Как не было, пан председатель, если мы три недели поздно У меня своя контрразведка Да нет, ну мы правду говорим Не отечай судьбу свою враньём Пан председатель, мы правду говорим Вот, по новой дружине, позвольте представить вам доблестных советских диверсантов Да какие мы диверсанты? Пан председатель, да что вы? Вы что боитесь? Трепаться довольно Быстрелять Успокойся 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 Я вам ничего не чапочу Вот Она примечается Вот Блин Стойки и дезертиры Одни перед смертью Славу Сталину кричат другие Гитлеру Эти закрыли глаза, отключились И вроде их нет Как дети Кто научил? Жизнь научила Ну что И дайте вправду Жизнь советская потрепала Будете служить у меня Великой Германии И будущей России Так точно Так точно Ну всё Чин-чин Командир Поставивши на довольствие Вырежь ему дирование И определив казарму Честь имею панове Ну что, пойдём Слушай, поздор вот это Слезу пустил Ну что Ещё с детства Всех хорошим артистом называли Пошли Молодец Дай глоточек Ну будь, будь, будь Вали, вали А тебе, Микола? Зачем детсад? Неужто с училкой сладилась? Ну наметай, мужики По всей России так будет Народная власть Без жидов, без коммунистов Как немцы жить будем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вам присоединить у себя? Там точно, пан командир Пойдём Подержи Подержи Разрешите Зачем жида замолчал? Ну, блин, ребят как-то перестарались Я не углядел Ты командир Для того существуй И чтоб следить За всем Да не стой ты садись Я ж тебе говорил Мне показательные казни нужны С разъяснением Людям Какой вред наносят партизаны ЖД коммунисты А ты всё потихоньку И так уж он поползли слухи Что мы Методы Занимаем у гестапо Война идёт Не до церемонии мне До церемонии! До церемонии Это человек пришлый А я здесь всю жизнь прожил И знаю кто чем дышит Хорошо, давайте в следующий раз Сделаем показательные Показательные сделаем И я сам с политбеседой выступ Лёшенька Так обед стынет Здрасте Так может вы с нами Кушать останетесь? Ха-ха-ха Ну ладно Анют, ты это Ты ступай А, ну сейчас придём Давай У нас дела Ну как люди? Так всё в порядке Отдыхают Отдыхают Я видал как они за обедом отдыхали Ладно Отберёшь Двадцать человек Трезвых И выдвинешься в район Турчениновки Там должен проехать Фунрок Со свитой Местность пересечённая Сильно изрезанная Это для засады Лучше место не придумай Чтоб ни одна Партизанская сволочь Близко бы не подошла Да у меня и полезно Садись ешь Пошёл Пошёл, пошёл, пошёл 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 Давай Gonna Пошёл 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 Охрана. Так мы это, дышать вышли. Нет, ты видел, какой-нибудь показатель фашин устроили? Ведь все довольны, сволочи. Так, ладно, вот с и потом. Задание выполнено, пора домой. Леха. Нет. Леха, ты что ты? Я даже сказал, нет. Полицаи все пьяные, мы когда выходили, никто даже не шлахнулся. Да подожди. Сядь. Возьмем мы твою суку председателя, очень уникальный язычок. Леха, приказ был в соприкосновении с противником не ступать? Был. Мы и так тут дело навратили выше крыши. Да ты что, Леха, наконец-то напомни народу, что я есть сила, кроме немцев. Они отдумаются. Заткнись. А во-вторых, что с казахами делать? Они киргизы. Они не готовы совсем. Ты об этом не подумал? Да мы с тобой вдвоем все сделаем. Спокойно, тихо, без фейерверка. Они в случае чего отход прикроют? А потом опять перед следователем оправдываться. За что? За что оправдываться-то? Когда нас сюда послали, никто не знал, какая сволочь система заправляет. Нам работу с населением разрешили? Так вот мы и работаем. Пошли. Слышишь, авантюрист? Стой. Я еще не согласился. А что, мои авантюры когда-нибудь подводили? Вспомни Севастополь. Леха, такой шанс один раз в жизни дается. Локти же будем все кусать. Пошли, быстрее. Комнекция жива. Ну что там? Банда сама тут, банда. Мамбетов, живо, карту фонарь. Фонарь. Так, это бандитский штаб. Вот, вот здесь мы. Ваша задача, скрытно, не выходя из леса, подойти как можно ближе к штабу. Как только вышли на пушку, Мамбетов, стоп, дальше ни шагу. Ждете нас здесь с языком. Огонь открывать только в случае погони. Засаду ни в коем случае не покидать, что бы ни случилось. Ждать, как было приказано. Задача ясна? Ясна, командующий. Что значит не ясна? Вы одним будете против всей банды воевать? А нам сидеть и вас ждать? А как же, майор обещал боевое крещение. Вот это и будет ваше боевое крещение. Для начала. Чихинды, Мамбетов. Понял. А сколько там надо быть? Ну, к двум. Два ноль ноль. Два. Так, точка. Так. Чтобы вы раньше времени не ломанулись в деревню, Мамбетов, старшим место тебя назначаю. А где Саматов? Я здесь, девушка Петрова. Вот, старшим я назначаю Саматова. И чтобы все слушались его, как у меня. Все, понял. Все, пора. Давайте. Ну, что, ребятки. С Богом. С Богом. О, ва, вар, на рвало. О, ва. О, вар, на рвало. 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 Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Думаю, это последний. Пошел, гад. Вон он, в саду! Кто за ним прикроет? Голос! Подрекай! Скорость! Скорость! Голос! Скорость! Скорость! Командир! Командир, я не могу сраблять. ТОПТО! Маммедов! Я не помню это. ТОПТО! Я не могу дать тебе, я буду в силу. Я БОГРАЗБУ. Командир, ты не может сделать это? Мы... ТОПТО! Ой, вперёд! За дерево! Где ты, свор? Не стреляй! Не надо! Идам! Оно, я берёй, чуру му! Я не берёй, чуру му! Я не берёй, чуру му! – Ты четвертый? – Открой, трое было. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Девятсотами оказались. Да ладно. Чё, ладно. Так точно, господин Крайслер, диверсанты с той стороны? Трое убиты, двое взяты в плен. Не могу сказать точно, сколько их было, но остальные рассеяны и не оказывают сопротивления. Да-да. Охрана усилена вдвое. Мы в полной боевой готовности и с рассвета прочесываем местность. Пришлёте батальон? Отлично. Отлично. Слушаюсь. Теперь господин фон Бокс может ехать спокойно. Спасибо за слова благодарности, господин Крайслер. Служу Рейху. Ну вот, завтра за вами приедут из гестапо. Дай бог, чтобы смерть ваша была не слишком мучительна. Ну, вообще-то у вас подготовка неплохая. Вдвоём, против всей охраны, были почти у цели. Хотя, мне кажется, вы сами этого не предполагали. Ну, человек за всё платит сам. Алексей Максимович Горький. Ещё он сказал, лучше один раз напиться свежей крови, чем всю жизнь питаться падалью. Я иду в дозае. Я иду в дозае. Я иду в дозае. Не видно ничего днём надо. Днём уже не надо будет. Да, влипли. Обидно. Целый день за усадьбу набираю, да? Тише нагнать. Никакой охраны. Да ну смотри, яблок сколько. Хотел яблоко пожрать, на, жри. Время есть. Ребят жалко. На первом же задании. Бездарно, глупо. Зря. Куда, зачем их понесло? Ведь был же приказ. Он про троих сказал, может быть кто-нибудь один остался. Зато мы ползвода охраны положили. Власть у него. Целый извод в доме держит. Народ боится. Народ у него вроде смирный. Да ничего он не смирный. Ты видишь, сколько у него бандитов в отряде? На их стволах весь колхоз и держится. На страхе держится. А у нас на чем? Бобриков. А ты что фашистскую агитацию разводишь? Они ж фашистские прихвостни. Их всем поселкам к стенке надо ставить. Яблоко-то вкусное. Вкусное. А что ты его жрешь-то? Ну это же их яблоко. Ну прихвостни. Они же его выращивали. Стволы белой краской вмазали. Ну, чтоб черви не заводились. Что ты жрешь-то его, а? Да пошел ты со своими яблоками! Пошел ты сам! Ты жри, сука! Жри! Что все к стенке-то, а? А что ты сегодня в бабу беременную не выстрелил? Не смог, да? Да не смог! Вот видишь, не смог. Что вот видишь? Попадись, они мне сейчас сразу пристрелил. О, блин, они. Что после дайки кулаками-то махать, а? Не солидно как-то. А ты что, решил, как они зерно рейху досрежьте сдавать, да? Так иди, сдавай. Расскажи им, кто мы есть. Иди все расскажи. Может, простят, в полицаи тебя возьмут. Вот, пошел. Да пошел ты сам! Вот, вот он. Наконец-то морду вражью проявил. Озмерел без Колтыгина, да? Вот зря я тебе это Алешкин документы отдал. Ой, зря. Ой, дурак был. А как твое настоящее имя? Как звать-то тебя? Как тебя папочка с мамочкой называли? Ганс. Гансик, да? Наш маленький Гансик, угадал? Ну, точно Ганс. Вылитый Ганс. Ты же, гад, только ради своей лепестки, гешт-рассы и воюешь. Тебе наша победа только для этого и нужна, да? Смотри, Гансик, ротик-то вытри, вытри, ротик. Больно. Да, мало тебя били, Леонид. Ну, давай, попей! Ну, бежим! Бежим! Хороший удар, капитан Филатов. Нас с тобой завтра не будет, Леонид. Ну, то есть вообще не будет. Прости, я дурь какая-то. Ты тоже прости, Лех. Ты тоже прости, Лех. Павелите! Помогите! Тихо! Критти, слышали? Помогите! Стренько! Кричали, слышал? Держись там. Давай, дуй. Держись там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова